Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. И если скорость загрузки видосиков на ютубе вас не устраивает, то предлагаю вам свой канал на дзене. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Прошло более 24 часов со старта раннего доступа. Уверен, многие уже прокачали своего мейна. Хотя, может быть, кто-то и не имеет ещё раннего доступа, кто-то смотрит стримы, ждёт тут ПНК, стартает полностью игра. Окей, такой вариант тоже довольно-таки неплох. В этом видосике поговорим касательно прокачки, поговорим об оптимальной прокачке мейна и обсудим вообще, чем можно заняться в игре. Поехали! Знаю то, что есть превосходнейшая группа замечательнейших людей, которые апнули 80 уровень за часик за полтора на донжах. Но стоит понимать то, что им ещё нужно делать мейн-цепочку. Суть в том, что всё происходит, как и в Dragonflight. Вы обязаны сделать основную цепочку заданий с той целью, чтобы вам были доступны локалки и вообще весь контент, который имеется в данном дополнении. Окей, они там качнулись. Это круто, по факту. На сайте Data for Azeroth можно глянуть их успех, глянуть их никнеймы, глянуть, сколько реально у них это времени заняло. Я качнулся где-то 250 по миру, если смотреть по позициям. Считаю результат довольно-таки неплохой. Это произошло за 6 часов на стриме. Делал квестики, делал мейн-квестики. Что могу посоветовать? Посоветую такой вот интересный вариантик. Полностью сделать достижение, скитаясь по острову Дорн. Но второй пункт и предпоследний. Они будут доступны не сразу. Они будут доступны ближе там к 80 уровню или в тот момент, когда вы продвинетесь по основной цепочке заданий. Суть просто в том, что если вы будете делать только основную цепочку заданий, то вы там завершите ее на 76, на 77 уровне и 3 уровня откуда-то еще нужно будет взять. Да, окей, в тот момент, когда вы полностью завершите кампанию, появится табличка перед вами, все зоны отскалируются. То есть, остров Дорн, он будет там 70-го до 80-го и все локации будут от 70-го до 80-го. Можно вернуться, по идее, потыкать, поделать квестики. Но зачем возвращаться, если можно сразу на острове Дорн абсолютно все сделать? Все возможное. Крафтовые профессии. Тоже неплохой вариант. Немного подкачать уровень, если вам там не хватает. Левел, половинку. Первые крафты дают опыт. Почему бы и не покрафтить? Закупаем реагентов, крафтим какие-нибудь штучки и потом продаем эти штучки на аукционе. Отбиваем потраченную голдишку. Покупают некоторые крафты люди на ауке. Покупают контракты за хорошие деньжищи. Можно увидеть абсолютно 49,5 тысяч. Это хорошая стоимость. Наслаждаемся игрой, кайфуем, выполняем различные действия, усиляем своего персонажа, готовимся к старту сезона. На этом все. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.